В 10.00 поступил сигнал на пульт пожарной охраны. Минута на сборы и вот специалисты по борьбе с огнем на месте. Действуют без промедлений, ведь горит жилое общежитие. В считанные минуты сотрудники развертывают рукава и идут туда, где опасно. Так начались учения спасателей. Первый, второй, третий. Пожар на шестом этаже. Поиск людей, нахождение источника огня, возможно эвакуация и постоянный отчет в диспетчерскую. У каждого в команде спасателей четкая задача. Локализация огня в общежитии. Участвует 38 человек личного состава. Подойдетесь в БУП по авторестнице на тушение пожара. К дому все еще продолжает стягиваться техника. Задача усложнилась. На верхних этажах оказались заблокированы люди. На шестом тушат огонь. С седьмого и восьмого эвакуируют пострадавших. На месте восемь автоцистерн и лестница. Часть машин отправлена на дозаправку. Организовалось тушение пожара на шестом этаже двумя звеньями ГЗДС. В том числе одно звено ГЗДС по автолестнице подавалось у нас. Остальные звенья ГЗДС были отправлены на поиск людей на выше расположенные этажи. Именно такие учения позволяют сотрудникам МЧС добиться слаженности и оперативности в реальных условиях работы. Ведь в момент тушения спасатели всегда отвечают за чью-то жизнь. Семь раз в год устраивают подобные тактические учения. На этом все спасены. Пожар локализован. И действия оценены на удовлетворительно. Кстати, четверок и пятерок тут не ставят. Ведь всегда в работе спасателей должно быть осознание, что есть к чему стремиться. Ольга Муравьева, Игорь Антонов, Телемикс.